Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Данали и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. К нам снова вернулся снег, какие интересные гонки нам добавили, ну а также поговорим о том, что ждет нас в следующем месяце. Так что устраивайся поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Первое что мы видим по заходу в игру это то что на Юревик вновь вернулся снег, но уже без зимней деревушки Санты. Данную функцию разработчики решили ввести после опроса в своих социальных сетях о возможности возвращения снега. Все-таки зима в реальном времени длится около трех месяцев, и одного месяца многим оказалось мало. Голосование показало, что действительно большинство игроков мечтает о возвращении снега всей этой зимушки на Юрик, чтобы наслаждаться этой красотой в течение всего февраля. Также разработчики пояснили, что в будущем хотят как раз вводить снег на целых три месяца, на все три зимних месяца, на декабрь, январь и февраль. Я этой новости очень рада, так как мне безумно понравился снег в Star Stable Online, и согласитесь, не всегда такую красивую снежную зиму можно наблюдать у себя за окном, поэтому для меня это большущая радость. Теперь перейдем к добавлению двух гонок. На ферме Стива приехал новый персонаж, Тай с лягушонком Квакизавр. Тай большой любитель острых ощущений и увлекается прыжками с самого приезда в лагерь верховой езды Юрвика. Да-да, если что, напоминаю, что вы как бы тоже сюда когда-то приехали чисто как в лагерь, но в итоге остались тут почти на всю жизнь. Так вот, Тай предлагает нам две гонки, связанные с прыжками, но с акцентом на гибкость. Я думаю, данные упражнения будут очень полезны тем, у кого проблемы с резкими поворотами в конкуре. Упражнения очень интересные, с первого раза запомнить их почти невозможно. За каждую гонку вы будете получать 15 шиллингов, 150 опыта лошади и 50 репутации деревни Серебряной Поляны. Продолжение сюжетной линии. Хранителю жизни по-прежнему нужно ваше внимание, так что вам с Лизой и Линдой необходимо позаботиться о росточке вместе. Надеюсь, в ближайшее время росточек уже прорастет, станет большущим деревом и мы сможем продолжить сюжетку дальше. И, наконец-то, добавление комплекта имперского блеска в глобальный магазин. Я очень долго ждала его, так как не на всех персонажах я успела ввести код. Комплект состоит из перчаток, сапог, шлема, из пиджака и пиджак, но с удлинением сзади, с хвостиком. Очень красивого, темно-синего цвета, с максимальными характеристиками. Это то, что на персонажа. А на лошадь мы получаем этот же комплект, но состоящий из вальтрапа, нового вальтрапа, ногавок, бинтов, недоустка и сумки. Очень приятно, что существуют такие комплекты, в которых есть все, кроме базового седла и уздечки. Но цвет это уже выбор персонажа, какого оттенка данную амуницию покупать. Надеюсь, разработчики и дальше будут радовать нас, мало того, что возвращением кодовых предметов в глобальный магазин, но и добавлением новых подобных комплектов. Меня они лично очень радуют. Волшебные лошади этого месяца Ириния и Петра, как всегда, продаются около Морланда со своими питомцами. Каждая лошадь у нас на основе модели Клейд из Даля стоит 750 старкоинцев. Данные магические лошадки со своими питомцами будут в игре до 1 марта, так что не забудьте их себе прикупить. Лошадки уходят на пенсию. Альденбургская лошадь и французский сельпоколение 1 и 5 отправляются на пенсию. С обновлением в среду 1 марта они покинут Юрвик раз и навсегда, и купить их уже будет нельзя. Но напоминаю, если вы успеете все-таки привести данных лошадок к себе в конюшню, то они останутся с вами навсегда. Но в случае, если с ними что-то будет не так, и у них будут какие-то поломки, разработчики вряд ли будут их чинить. У Альденбургской всего лишь три масти. Рыжая с темной гривой, вороной с проточиной на лбу. Кстати, это мне больше всех нравится. И вот такой вот серенький Альденбуржец. Очень красивый тоже. У французского селя также три масти. Бурый, светло-серый и вот такой вот красивый, но не саловый, не знаю, вот такой вот симпатяшка. Кстати, он у меня уже есть. Есть. Ожидайте выхода видео о спасении этих лошадок на аккаунте Даша Панихо. Мы обязательно будем их скупать всех. Также напоминаю, что Тракенинская и Юрминская лошадь все еще продаются со скидкой. Тракенина продается за 590 старкоинцев. И чистокровная Юрминская тоже за 590. Все масти находятся в разных местах. Здесь стоит одна Тракенинская. Все остальные масти находятся в конюшне золотого листа. Чистокровная Юрминская продается здесь, а также в Дундуле и в Деревушке Полумесяца. Вроде бы это все места, где они могут продаваться. В бонусной лавке Морланды завезли новую вещь комплекта ночной наездницы. В данном случае это сапоги. Очень симпатичные, с максимальными характеристиками скачки управления. Плюс 4. С очень приятными градиентными полосочками. Так что я их забираю. Напоминаю, до этого выходила такая кофта. У меня сейчас с собой нет. Но сапоги очень-очень красивые. Советую всем их взять. Всем лайфникам. Вот такая вот красотень. Кстати, действительно очень красивые. Когда-нибудь мы еще узнаем, как же мы сможем получить питомца данного комплекта. Потому что были спойлеры. В спойлеры был котик. Но возможно он появится еще не скоро. А теперь поговорим о том, что ждет нас в течение следующего месяца. На следующей неделе, в обновлении 8 февраля, приедут обновленные лошадки Морганы. Спойлеры вы можете найти в интернете. Несколько мастей, все очень разные. Пока не совсем понятно, какого же роста эти лошади. Я считаю, что они что-то среднее между Хофлингером и Мустангом. Но знаем, что точно ниже началочки. С очень выразительным строением мордочки, красивыми глазками. Посмотрим, когда они приедут. Может быть, кого-нибудь себе и куплю. Приедут 6 мастей. 15 февраля будет обновление на старт. Внимание, Бобкот. У нас появится какая-то гонка высшего класса. Которую проводят на чемпионате Юрвика. И планируют постепенно обновлять эти чемпионаты. Начиная с Морланда на неделе 15 февраля. То бишь, началось обновление чемпионатов. Что-то будет новое. Посмотрим. И на основе, кстати, Морландского чемпионата мы сможем уже судить, что будет ожидать приблизительно все остальные. 22 февраля на горизонте Мокрая Гонка. Будет продолжение обновлений чемпионатов. И на той неделе будет обновление чемпионата Фор Пинта. Возможно, они добавят на чемпионаты какую-то свою гонку для тренировки. Было бы замечательно. Потому что, не зная маршрута, проходить чемпионаты мне лично очень сложно. И я всегда мечтала, чтобы они добавили на каждый чемпионат гонку. Которая бы позволяла вам тренировать этот маршрут. Может быть, буквально даже без опыта, без репутации. Просто, чтобы была возможность пройти все чемпионаты. А еще что-то показалось, или мы услышали «Арррррр». Возможно, в этом будут участвовать пираты или контрабандисты. Ну а также первого мада «Превосходство прелестных пони». Юрвинский комитет по гонкам высшего класса никак не мог обойти вниманием чудесных пони, поэтому поручил организовывать чемпионат большому любителю этих лошадок Чарльзу. У нас весь месяц, ребята, с вами весь февраль это сплошные обновления, связанные с чемпионатами. Не могу сказать, хорошо ли это, плохо. Возможно, обновления не понравятся людям и они захотят свернуть старую структуру чемпионатов. Некоторые, может быть, зайдет. Но мне лично странно, что весь месяц у нас будет сплошняком обновления чемпионатов. Почему нельзя сделать некое разнообразие, как раньше? И в течение месяца у нас выходят Морганы, потом обновления с чемпионатом и еще два каких-нибудь разных обновления. Но разработчики решили просто устроить нам месяц чемпионатов. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а на этом я подхожу к концу. Это все новости, о которых я хотела вам рассказать. И на этом все. Я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Ой, ну видимо придется готовиться к чемпионатам. Субтитры сделал DimaTorzok